Четыре последних недельных раздела книги Баришит, книги Бытия, рассказывают нам историю Иосифа и его братьев. При этом первые два раздела Ваешеб и Мекец, это скорее Иосиф и братья как личности, как сыновья Якова. А вторые два раздела Ваегаш и Ваехи, это уже скорее Иосиф и Игуда как представители колен. Вообще в истории Иосифа и его братьев есть два главных героя, это Иосиф и Игуда, между ними разворачивается конфликт. Про остальных братьев нам вообще почти ничего не сказано, есть до этого история, как Шимон и Леви уничтожили город Шхем, немножко есть истории про Роу Вена, но в общем-то настоящими лидерами являются Игуда и Иосиф. И эти два лидера идут через всю еврейскую историю. В общем-то вся еврейская история это и есть история конфликтов и взаимонепонимания, и понимания, а где-то понимания, где-то садеутничества между Иосифом и Игудой. Иосиф и Игуда представляют собой две линии еврейского народа, и каждая из них это линия его матери, Рахели и Леи. И эти линии очень разные. Линия Иосифа это линия преобразования окружающего мира, линия еврейских ученых, менеджеров, людей, которые умеют управлять тем, что находится вокруг. А линия Игуды это скорее линия раввинов, мыслителей, философов, людей, которые скорее видят духовные горизонты, чем практические и сиюминутные вещи в нашем реальном пространстве. И отношения между ними очень непростые, потому что каждая из этих линий хочет доказать, что именно она является правильным еврейским лидерством. Люди типа Иосифа, которые умеют управлять окружающим миром, которые умеют продвигать науку, технологию, бизнес, экономику, им кажется, что это самое главное, что это именно то, что евреи вносят в окружающий мир. Они приводят списки евреев, фулгаратов, Нобелевской премии и говорят, смотрите, какой замечательный вклад мы вносим в развитие человечества. Это и есть настоящая еврейская линия. А люди типа Иосифа, люди типа Ягуды говорят иначе. Они говорят, посмотрите, мы дали человечеству Танах, мы дали человечеству представление о Боге, представление о монотеизме – это главное, а научные ценности – это вещь проходная, не такая важная. И здесь оба они и правы, и неправы одновременно. Они правы в том, что каждая из этих вещей является важнейшим еврейским достижением, важнейшим вкладом еврейского народа в цивилизацию. А неправота будет, когда один из них не ценит другого, когда каждый из них считает, что только его линия является главной. И в этом, собственно, и состоит конфликт. Этот конфликт начался еще и с самих Иосифа и Ягуды, и дальше он продолжался, когда при завоевании Рецисраэль колено не смогли интегрироваться в единое целое, и впоследствии был царь Саул и царь Давид, между которыми был конфликт. Царь Саул – это линия Иосифа, а Давид – это линия Ягуды. И дальше, после смерти Соломона, царство разделилось опять-таки на Ягуду и Иосифа. И это, в общем-то, тянется даже и до нашего времени. И здесь нам важно понять, в чем состоит ценность каждой из линий и как они должны интегрироваться между собой. Когда Иосиф рассказывает своим братьям про сны, которые он видит, то братья протестуют против его снов не только потому, что он хочет стать начальником над ними, царем, что они кланяются ему, а потому что само содержание сна им вызывают у них протест. Ведь они пасут скот, а Иосифу снятся снопы. И это столкновение между скотоводом и земледельцем, оно необычайно существенно в древнее время. Мы даже видим дальше, что когда Иосиф оказывается в Египте и братья приходят к нему, то, и они еще не знают, что это Иосиф, но их сажают отдельно от египтян, потому что ненавистен египтянам каждый пастух-овец, как говорит нам Тара. То есть есть жесткий и острый конфликт между тем, кто занимается земледелием и тем, кто занимается скотоводством. В нестом символическом виде это еще конфликт между Каином и Абелем, когда Каин был земледельцем, Абелем скотоводом. И в этом конфликте Иосифу снятся снопы. То есть он хочет перейти на сторону земледельцев, обрати скотоводы, и это им непонятно. Причина, по которой Иосиф хочет перейти на сторону земледельцев, она указана напрямую, это снопы. Он хочет прокормить человечество. Ведь земледелие на самом деле приносит многократно больше дохода и еды, чем скотоводство. По-настоящему цивилизация развивается именно в земледельческих областях. Но земледелие порабощает человека. И не случайно самая земледельческая сторона того мира, вершина цивилизации, в которой земледелие приносит наибольший урожай, это Египет, она же сторона рабов. Рабство является сутью Египта. Потому что земледелие, оно закабаляет людей. Оно привязывает человека, кроме того, что человек один становится рабом другого, оно привязывает человека к земле и делает его в некотором смысле рабом земли. А человек, который скотовод, он гораздо более свободен. И у него есть время смотреть на небо, у него есть время о чем-то думать, он видит окружающий мир. Он не утнулся в свой клочок, он сейчас более широких градов. И поэтому братья очень резко выступают против намерения Есефа заняться земледелием. И это в этом одна из причин того, что они продают его в рабство. И осматривают как опасность для силового себя. Однако, раздел, который мы осматриваем, который мы осматриваем, это 9-й раздел книги Бытия, он в рамках этих четырех разделов завершения книги Бытия, это раздел падения Игуды. Потому что Иосиф в этом разделе ведет себя, может быть, неумно, может быть, самонадеянно, но достойно. А вот Игуда, который должен быть лидером, он ведет себя недостойно. Он продает Есефа в рабство. Он не слышит голос Иосифа, он не понимает, что Иосиф вовсе не хочет угрожать братьям, он хочет продвинуть братьев. Но Игуда, который призван быть лидером, он не слышит слов Иосифа. Потом мы читаем историю про женитьбу Игуды на хананейской девушке, и этим он отходит от братьев и опускается, и потом умирают его сыновья, но он не хочет выдать Тамар свою невестку за третьего, и своих сыновей боится это сделать. И он готов отдать целиком свое лидерство. Когда Тамар переодевается блудницей и требует от него в уплату за отношения с ней оставить в залог посох и печать, шнурок, то есть символы власти Игуда, как бы его личные предметы власти, его символы власти, то, что является совершенно неотъемлемой частью его статуса, он с легкостью отдает это, потому что ему не нужен этот статус, он не хочет его. Он, продав сначала Юсефа как угрозу себе, он продолжает опускаться, он отходит от братьев, он не хочет лидерства. И только Тамар в результате, так сказать, шоковой терапии, когда она беременна от Игуды, но не сообщает это ему до последнего момента, когда его выводят на казнь, не только тогда она сообщает ему, что она беременна от него, и добивается того, что он признает свою вину, что он возвращает себе знаки достоинства царского, только Тамар может поднять его. Но и так в целом раздел Ваишев это раздел падения Игуды. Игуда не справляется с тем, что он лидер. Его попытка управлять народом и даже собственной семьей в общем кончается катастрофически, и если бы не Тамар, то это могло бы вообще прийти к полному падению Игуды. И это показывает нам, что Игуда, то есть еврейская духовность, монотеизм, еврейские и религиозные представления, не в состоянии начать царствовать без предварительного царства Йосефа. Соотношение между Игудой и Йосефом, синтез между ними, может быть достигнут только тогда, когда каждый из них понимает важность другого. И, в частности, Игуда должен понимать, что его царство не может идти первым. Ему должен предшествовать Йосеф. В ходе еврейской истории это царь Саул, который должен предшествовать царю Давиду. В мессианской перспективе это Машех сын Йосефа, который должен предшествовать Машеху сыну Давида. А в сущности в сущности дело здесь в том, что духовность не может начать царствовать, пока материальные условия к этому не подготовлены. Совершенно не следует людям духовным понебожительно относиться к еврейскому умению управлять материальным миром. Иногда от некоторых духовных лидеров можно услышать даже разговор о том, что то, что есть много евреев, нобелевских лауреатов, лауреатов, как жалко, как глупо, вот если бы они изучали Талмуд, вот они бы продвинулись, они занимались путчепухой математики, физики, медицины и так далее. И это, конечно, все глубокая ошибка. И это падение Игуды. Потому что Игуда должен осознать, что без Иосифа, без постоянной материальной основы, без развития науки и технологии и еврейской, светской мысли духовное продвижение невозможно. И Игуда учится этому тем, что он сначала оступается и падает. Этот урок является очень важным для Игуды, что он сам в общем не в состоянии продвинуть еврейское царство без помощи Иосифа. Точно так же в наше время светское государство Израиль, которое является Масшехом, сыном Иосифа, с точки зрения Равакука, без него, без этой светской основы никакое духовное продвижение невозможно. И поэтому правильным подходом Игуда является исправиться понять важность Иосифа, понять, что духовное идет только после материального. Духовное царство базируется на материальном царстве. И только тогда он сможет правильно продвигаться. И это мы увидим в дальнейших разделах Тары. А в нашем виде мы это видим в все большем понимании иудаизмом того, что светское государство Израиль является совершенно необходимым также с духовной точки зрения. Скажем, сто лет назад мало кто из религиозных людей понимал важность светского Израиля. Сегодня это гораздо больше, несовременно больше. Это еще не полностью, до этого еще далеко до полного успеха, но, конечно, определенное продвижение есть, а, в общем-то, срок столетия это не такой уж большой срок по историческим масштабам и, конечно, постепенно духовные аспекты вереского народа и куда будет исправляться в смысле понимания важности светского и только тогда уже на базе этого светского он сможет продвинуться и занять свое правильное место.